МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Молодые, амбициозные повара из самых разных городов страны собрались в Москве, чтобы под руководством известного российского ресторатора Арама Мнацаканова воплотить в реальность свои мечты. Они отлично готовят, но смогут ли стать настоящей командой? Они обожают кухню, но готовы на все ради победы. Достаточно ли этого, чтобы с нуля сделать ресторан прибыльным всего за 8 недель? Ресторан «Реальная кухня» продолжает русскую тему. На этой неделе управляющий Татьяна. Пропавший накануне голос не позволял ей полноценно руководить командой. Новая участница проекта Маргарита пытается занять свое место в коллективе, но всерьез ее пока не воспринимают. А наметившийся в команде раскол подталкивал единомышленников Сандро плести все новые интриги. После открытия ресторана работа не заладилась. Недовольные настойчивостью Александра гости просили поменять официанта. А потом и Маргарита бросила свой пост на мойке, вышла в зал ресторана и стала требовать, чтобы коллеги ее обслужили. На обсуждение участники по отношению к яркой блондинке были безжалостны и требовали, чтобы она покинула проект. За этот вечер команда заработала 80 400 рублей и общая сумма составила 2 271 500 рублей. Как будут развиваться события дальше, узнаем прямо сейчас. Чего-то попался. Ты что с грязью? Брови защипываешь. Грязь это достала уже. Уроды. Никто же с тобой даже раковину может сполоснуть. Чумазые черти. Тебе противно? Тут мыс. Давай быстрее. Давление еще есть. Ты что? Дурак. В 8.30 мы должны быть. Какой стати? Что там делать в 8.30? Да бред вообще. Вы что, ребята? Я не разрешаю уезжать в такое время. 8.30. А эти твари на рынок поехали? Дешевки. Такие? Кирюшка. Кто их на рынок вообще пустил? Так, ну давай быстро у нас. Нам надо совсем чуть-чуть сегодня на рынке купить. Вот авокадо. Черный. Да, нам черный надо. Девушка, вы нам поможете? Он не торговаться не умеет от Кирюшки. Вообще ничего не умеет. Кто его на рынке купит? О, опять джей есть даже. Ничего себе. Это вот Авра Михалыч в ресторане. У него нога красная джей. А, вот такая нам, да, нужна? У нас 13. Да, но у нас еще много чего надо купить. Давайте нам вот эту ногу. Нам она идеально всем подойдет. Ну да, это дорогая. О, блин, вообще замотал. Что-то находились, да? Отключите радиоэнерджи. Да, пожалуйста. Арана Михайлович, добрый день. Это говорит Татьяна. Вам удобно разговаривать? У меня небольшой инцидент произошел. Хотела с вами посоветоваться. С новой нашей участницей Маргаритой. Она вчера работала на мойке. Она самовольно покинула свое рабочее место. Просто-напросто, не закончив работу, сняла фартук и ушла в зал самовольно, чтобы отдохнуть. Здрасте. Я наработалась. Теперь я буду есть. А, отлично. Садите меня, пожалуйста. Человек мне, как мне показалось, неадекватный. Я ее хочу на сегодняшний день отстранить от работы. Я просто боюсь, что вдруг какие-то будут хорошо. Официантам. Я поставлю ее. Хорошо. Все, спасибо большое. До свидания. Доброе утро. Доброе утро. Как настроение? Как хорошо. Это прекрасно. Волос у вас затянулся? Да. Волос прорезался. Насколько его хватит, я не знаю. Но я буду стараться. Сейчас у меня состоялся разговор с Арамом Михайловичем по поводу вчерашнего инцидента с Маргаритой. И мы с ним решили сегодня, что ты будешь работать в зале. Отлично. Если повторится что-то подобное, соответственно, с тобой придется расстаться. Да, я был согласен, чтобы она работала, приносила какую-то пользу обществу. Пусть не мойка посуды, а в зале. Ну, если она побудет, ничего страшного. Я полностью согласен с Арамом. Будешь помогать накрывать столы, работать официантом. Под кем? Под зорким надзором Арама Михайловича. Ребята, у нас сегодня серьезный день. У нас сегодня серьезное и сложное мероприятие. Мы организуем фуршет, поэтому мы не должны ударить в грязь лицо. Шеф-поваром сегодня я хочу назначить Женю. Поскольку она у нас специалист высокого профиля в организации фуршетных кетерингов и вечеринок, поэтому я думаю, что для нее будет это легко. Когда меня назначили сегодня шеф-поваром, я так очень сильно разоглавлялась, честно говоря. Я думала, ну, получится, но не получится. Получится ли хорошо. В зале я хочу видеть, Олесь, тебя на барной стойке, но это не значит, что... Прямо на барной стойке? Но это не значит, что ты не будешь помогать на кухне. На кухне работаем все. Все, ребята, стартуем. Ты прям распределила обязанности между ребятами. Ну, в принципе, они уже делают. Делают свое дело. Саня пока помогает мне, Аня делает. Надо. Ты на панакоте, да? Ты прям следи за временем. Я вообще так переживаю. А вот первый раз. Так, два жульена. Пирина с полагра. Брускетту. Брускетту делают. Апанакота с пубникой с пусинами. Женя сегодня в роли шеф-повара. Ну, честно сказать, вот так, где была, там... Так вот, понимаете? Вот так. Ты ходишь, за ней подбираешь. У меня все равно мужа баба, одним словом. И не место на кухне. Женя, ты делегируй полномочия, чтобы все были поделы. Чтобы надо мне за пару не войти. Прошу? Если ты на руководящей должности, тебе нужно не только все делать самой и уметь на 100%, но и чтобы делали люди, которые тебе подчиняются. Таня продолжила показывать, как должен вести себя руководитель на собственном примере. По залу ты старший, руководи процессами. Татьяна! Да? Можно вас на 5 сек? Да. Посмотрите и примите решение, будем ли мы накрывать скатертьями вообще столы. Потому что этот колхоз, это ужасно. Красные мы не можем использовать. Ты их видела вообще? Это ужасно. Женя сказал, что будет хорошо смотреться. Давай попробуем вместе с... Лучше, чем голые столы. Нет, столы голые на критеринге используются. Неси, сейчас попробуем. Как это вообще? У меня даже нет представления этого колхоза. Зовем, как она хотела этот колхоз. Купить скатерти в клетку и разного цвета, это что за колхоз? Колхоз. 30 лет без урожая. Ты где возьмешь? Я приеду в какую-нибудь деревню, вот там вот, вот так вот накрывают. Ну о чем вообще? 21 век на паре. Давай так накроем. Просто берем. Это жесть вообще. Я не знаю. Да Александр, ну перестань ты бубниться. Этажерки выкинуть вообще просто. В гостях у бабушки вот такую этажерочку, положить туда пару яблочек, пару конфеток. И если эта бабушка вынесет такую этажерку, то это будет не стыдно. Если Татьяна считает себя бабушкой, и она готова так встречать гостей, то пожалуйста, я позориться не собираюсь. Да потому что там нет ничего. Потому что я бы вам показал, что нужно было бы взять. Что бы ты там показал? Там этого нет. Там есть. Когда мы предлагали кому-то ехать, почему-то все в стороне оставались. И в принципе он бы и сам там ничего не выбрал, потому что там особо выбор такого сильного там не был. Сандро, ты не суди строго людей. Они первый раз в ресторанном бизнесе. Откуда они знают, что там покупают? Ты что, гонишь что ли? В смысле гонишь? Как понять первый раз? Вот так и понимай, первый раз люди этим занимаются. Мне человек сказал, что он в этой ренге это... Какой человек? Евгений. Проехали. Евгений это один рынковод. Далее на реальной кухне. Архыс это вода, которая добывается в предгорьях Тибердинского заповедника. Давай мне быстренько мастер-класс, пожалуйста. Ты что, мне умеешь натирать? А? Зачем столько молодежи? Ты ни разу не натирал? Такие нет. Такие? А как туда заставить? Ты что, вообще что ли? Ну а что я буду натирать? Ну а мозг включил и все. У меня мозга нет. Как? Так, в комплекте не шел. Как собралось ресторан открывать? Ресторан для безмозга. Да ну глупости, ты говоришь сейчас. Ну знаешь, когда из кое-чего нужно сделать конфетку, это гораздо интереснее. Я не вижу тут ничего интересного. Сейчас посмотрим, какие закуски будут. Саня, а можешь у тебя попросить этот сделать? Прочи, 500 рублей. Блокамоле сделать? 500 рублей. Хочешь натуры отдам? Натуры нет. Тут твои кожаные соски меня не интересуют. Сегодня вечером реальная кухня принимает искушенных гостей. Составлено специальное меню. И Максим решил приготовить один из самых известных деликатесов. Я сегодня готовил фуагра. Фуагра это гусиная или утиная печень. И я сегодня готовил из нее терин. А это своего рода паштет. Но только паштет более такой воздушный. Так как я его буду делать немножко в жидком виде, через сифон, мне нужен зеленый концентрированный бульон эспаржи. До этого момента, чтобы не терять время, я вырезал все жилки у фуагра. Если делать паштет, то обязательно все жилки должны быть удалены. Подготовленную печень вытащить из молока, отжать жидкость, посолить. Затем залить печень вином, поперчить. И поставить на водяной бане пароконвектомат на полчаса при температуре 70 градусов. Готовую печень подсушить на салфетке и положить в процеженный бульон эспаржи. Медленно нагревая, размять печень в бульоне до консистенции сметаны. Получившуюся массу взбить погружным блендером, залить в сифон и поставить в холодильник на несколько часов. Подавать в виде воздушного паштета с гренками, украшенными зеленью. В разгар подготовки к фуршету, гораздо раньше назначенного времени, в ресторане объявилась заказчица. Татьяна, в общем, у меня произошел форс-мажорный случай сейчас. У нас должно было быть дефиле. Модели у меня сорвались, поэтому я вас попрошу о таком моменте. Мне нужны девочки, которые тут работают, чтобы мы в качестве модели их показали. Что, всех? Да. Я должна с девочкой когда-то переговорилась с ней не согласовать. Трех могу. Нет, всех. Честно говоря, для меня шоком это не было. Поскольку я сама человек, который раньше был в фэшн-бизнесе, я и сама одевалась в одежду, которую я продавала и показывала, ходила. То есть для меня это не проблема. У меня небольшое объявление. Наши заказчики, которые сегодня организуют фуршет, хотят, чтобы все наши девочки, в том числе и я, приняли участие в 15-минутном дефиле. Мне нужно ваше согласие. Не, я против, ребят. Я за тебя. Послушайте, девчонки, я считаю, что мы можем проявить себя в качестве прохода по подвину. Это не... Нет, я не буду точно. Олесь. Татьяна, извините, пожалуйста. Это все в рамках привичия. 15 минут мы... Я сразу прошу вас прощения, я отказываюсь. Я не буду дефилировать здесь в дефиле. А что за дефили... Стоп. Ну, купальники. Ну, купальники. Это показ... Дефиле это просто проходка. А, одежда? Да, да. Просто в одежде. А, ну, хорошо. А что стесняешься, Олесь? У тебя хорошие сиськи. Говорите про мои сиськи. Вы не имеете права. Я говорю, грудь у тебя прекрасная. Наколки ужасные, а грудь прекрасная. Грудь, что? Это что? Мне надо из поваров вообще не выходить. Глянь, какие идет девица. Милая девчонка. Не, ну так нечестно. Рита нас всех порвет просто. Я вас просто так подскажу. С визитом. Внимание, ребята. Мы же не помогаем. Мы будем задействовать за спектр. Коллектив, например, нас через какое-то время возьмут, например, костюмов. Мы хотим перепоручить нашим молодым людям возможность проявить себя в качестве организации фуршетов. Жень, ты технологические все схемы, как чего делается, быстро объясняй и, соответственно, назначай ответственного из ребят на кухне, и они довершают все накрытие. А мне можно не участвовать в этом? Нет. Ну, просто на самом деле, получается... Да, если ты так получишь. Когда мне сказали, что я должна сейчас на себя бросить, я иду переодеваться, я стала злиться, вот честно. Потому что, ну, это вообще, это диверсия для меня какая-то была. Взял, начал все это делать, потом все резко бросил и куда-то побежал переодеваться. Ну, это глупо для меня вообще, конечно, так звучало как-то подозрительно. Как тут пока смот вообще может быть, когда... Начало 5, ребята, развернулись сюда. Не психовать. Я не могу не психовать. Женечка, Жень, я хочу еще раз сказать о том, что... Ребят, мы на вас возлагаем все надежды. Вы наша сила мужчины, которые не могут подвести женщин. Бред, сила кобыла. Таня приняла, я считаю, ненужное решение. Это решение вообще противоречило нашим всем договоренностям. Я считаю, что это полный бред. Если бы я делал этот банкет, я бы его сделал сейчас. Отлично. Давай сюда. Время идет. Ты готов взять на себя? Да, Макс, там нет никакой ответственности особо сильной. Готов? Да или нет? Я готов, но только я говорю, что у нас осталось полтора часа, и я не знаю, как мы это сделаем вообще. Тут меня с бухты барахты ставят шеф-поваром. Я ничего не понимаю вообще, что у них там в меню, где у них там что. Оперативно? Сколько вы у нас гостей с собой задержали? Ты все успеешь. Максим, я верю в тебя без какого-то сомнения. Ты все успеешь, ты суперпрофессионал. Почему-то на этой неделе только я стоял барменом и простым поваром. Тебя это задело? Да, меня это задело. Максим – это отдельная история. Мы знаем, почему Максим возмущался, чтобы не быть шеф-поваром сегодня. Потому что задета его гордость. Он привык шеф-поваром быть. И ему в очередной раз, когда матриархат у нас начался, мы не поправили корону. Но это не насчет работы. Работы сегодня было гулькин нос. Вот это сплоченная работа. Молодцы вы, ребята, что нас поддержали. Они сказали, пошли нафиг! Открывайте свой стол сами! Как вы будете рожать от нас детей, если мы будем так говорить? Я не знаю. Чего? Это да. Посудомощицы нет. Бармена нет. То есть полный кавардак. Пришлось выложиться на 280% всех человеческих усилий. Особенно я не заметил, чтобы еще кто-то выкладывался, кроме меня и Сандро. Анюк, ты знаешь, сколько женщин так, сидя дома вечером перед телевизором, будут на тебя смотреть с избытком веса? С каким женщинам ты подаришь надежду? Реальная кухня для них еще впереди. Дело нереально, дело в твоем шаге первом, понимаешь? Взгляд, шаг. Ты такая вышла и прорвала все, понимаешь? Как молния к тучу. Так что давай, не Андрей, нормально все будет. Я подумала, как пацаны отдадут все без нас. Не хотелось их бросать. Далее на реальной кухне. Мы первые. Прекрасные, мы уже в восторге от внешней. Круто, ждем. За мной часа. Спасибо. Ну, я постарался, я сделал, скрыл все, что мог. Я скрыл эти уже позорные скатерти. Я как мог исправил эту ситуацию. Если человек смотрит, то красивая композиция в глазах. Нет вот этого черноты, ножек, ничего нет. Красота. Таня, спасибо большое, вообще прям здорово. Пока все круто. Девушка. Все, здравствуйте. Девушка. Ты красивая. А ты? Ну что, все готовы? Помочь тебе что-нибудь? С Териной, с чем? Макс, что надо? А с Териной помочь как-нибудь? Нет, нет, ничего не надо. Ой, тут дизайнеры. Здравствуйте, проходите. Вас ждали. Я вижу тут много вкусной еды. Да, конечно. Это самое главное. Это у нас есть достаточное количество. В чем нуждается человек? Конечно же, в радости какой-то и в еде. Вот так вот готовите, готовите с утра до вечера, потом за 15 минут все раз и все иди. Я очень рада, что меня сегодня оставили на работе. Меня там пустили. Еще там что-то где-то украшать. И я там на кухне была. Сегодня класс. Давайте вот с Таней поговорим. Танюш. Тань, гони ее отсюда. Кто шеф-повар этого банкета? Шеф-повар у нас идея была Евгении, потом она была перепорочена Максу. И, соответственно, вот в такой командной... Командная игра. Командной игре все справляются, и мы за кратчайший срок сумели накрыть вот такую красоту. В целом коллектив справился. Немножко был такой сумбур-кламбур при начале организации фуршета. Но потом все пошло хорошо, и особенно, когда мы потом делегировали полномочия Максу, который взял себя в руки и реально показал им хорошую работу. Сандро, что это? Лепестки роз. Боже мой, это просто элемент декора или это... Это элемент декора, да. Просто какая-то невероятная романтика. Можно меня? Конечно. Ну, рассказывай, что это за блюдо такое? Это не блюдо, это хамон. Хамон – это окорок свиной, он сыровяленный. Пожалуйста, пробуйте. А его девушкам-то вообще... Девушку можно есть, от него он там не полнит? Нашим дамам это абсолютно не повредит. Все приборы у нас находятся на фуршетном столе. Давай хамон нарезать по-другому, не так? Нет, потому что нет, Сандро. Давайте покажу, как хамон нарезается. Хорошо. Отойдет, с насеком. Перчатки один сначала. Спасибо большое. Сочинский. Тирилл, сбери его, лимончик. Тирилл, он меня бесит. Да, он секрет. Сегодня опять просто только один человек приносил негатив в коллектив. Это, естественно, как обычный от Сандро. У нас уже по-другому просто бывает. Немножечко нервничаем, переживаем, торопимся, что каких-то очень высоких ростей мы сегодня ждем. Ну, не знаю, говорят, что да. Ну, что, ну, чуть-чуть можешь? Вот, смотрите, кто пришел. Нет, нет, мы обязательно взяли одессу, и вот показ. Приехал, нечет войну. У нас профил, как у тебя? У меня отлично все, просто замечательно. Выглядишь замечательно. Ну, отдохнул. Большая звезда, короче. Да, теперь я как гость здесь. Спустишь ли ты без нашего шоу? Ну, я скучаю очень по ребятам, скучаю по обстановке, по ресторану. Честно, ну, как сказать, хочется даже вернуться в какой-то момент. Хорошо, тогда такой вопрос. По кому особенно скучаешь? Особенно скучаю по Анечке. Тем, ну, я хочу тебе сказать одну вещь. Дело в том, что в тот момент, когда ты зашел в наш ресторан, у одного человека на кухне случился тик и закололо сердце. Как ты думаешь, у кого? У Ани. Беги быстрее к Ане. Я была до кухни, увидела Тему в зале. Ну, как бы я очень сильно обрадовалась, конечно, что Тему был. Не скучаю по Артему. О-о-о! Тихо, тихо, ни слова, ни ничего. Весь вечер бы рядом с ним провела бы, если бы не съемки. Как насчет того, чтобы дать жару на подиуме? Жару на подиуме? Не, я дам жару, конечно, на подиуме. Главное, чтобы я, как модель, не упала в фондю. Ну, я Аню, как мог, бодривая, как бы, она, я надеюсь, услышала меня. Да, Валера молодец, он мне прям сказал нужные слова. Взгляд, шаг, ты такая вышла, фух, и прорвала все, понимаешь, как молния тучу. Она захотела за меня замуж. Ребята, пробег мамы! Да я же жена, а что ты? Опять не получилось. Проверить, как идут дела у его подопечных, наконец-то пришел Арам. Татьяна постаралась поскорее изложить ему свою версию событий. Давай расскажи мне, что было, пока меня тут не было. Именно сегодня или вообще? И вообще, и сегодня. Что касается сегодняшнего дня, все активно готовились к фуршету, но девушек ангажировали участвовать в дефиле. Ну, если у нас есть на это силы, ребята справятся? Да, поэтому все подготовлено, все столы накрыты. Ну, а вообще что творилось? А вообще, в общем-то, за время моего руководства я два раза была лучше среди них, мне было безумно приятно. А все поддерживают тебя или есть какая-то часть? Ну, Сандро и Макс очень странно себя ведут, они все время голосуют только друг за друга. Лучше Сандро и от Суи за Максима, нет? Ну, я так умею. Садись. А Саша? А Саша, он такой жук-перебежчик. Кто-то ваш? Перебежчик откуда-куда, вот мне интересно. Ну, вот сейчас пока сформировалось две, я считаю, не команды, а как-то вот группы, может быть. Две группы людей. А если у нас будет сначала двое, а потом трое, хотя у нас уже трое. А девочку еще, азербург, четвертую, невероятно. Я все сделаю. Дневномышленники, это Кирилл, Женя, Аня, я, Олеся тоже поддерживают меня и, в общем-то, мы находимся как бы на одной волне. А где у нас находится Рита теперь, в какой группе? С Ритой непонятная ситуация, поняли, что просто она не конкурент. Ну, пойдем посмотрим, что там происходит. Пойдемте, Александр Михайлович. Ну, ты, несмотря на то, что ты участвуешь в дефиле, руководишь. Да. Ты этим банкетом. Я руковожу. Вы сегодня шеф-повар, извините, я не в курсе. Ну, да, я стал шеф-повар буквально за полтора часа до этого прекрасного мероприятия. А что такое случилось, что пришлось взять простые правы? Потому что Женя у нас выходит на подиум и говорит, что, Максим, тебе надо постоять в роли шефа. Ну, я как бы и не был очень, в принципе, совсем согласен, да, с этим. Я смотрю, ты степень, что ты настроен, да, потому что девчонки выходят на подиум. А так все супер. Нет, я хочу тоже глянуть на них. Как же они будут смотреться на подиуме, очень интересно. А есть конкретно какая-то девушка, за которую ты будешь бореть? Нет. Конкретных девушек нет, у меня дома жена. И ребенок. Ты посмотрел по сторонам, ну, кого-то, может быть, посмотрел, какие-то красивые девчонки нам пришли. Ты же молодой, резвой. Ну, да, есть тут вот девушка в белом, которая к нам спиной. Да, она все время кушает с большим аппетитом, кстати. Да, 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 видимо, она очень голодная. Ну, а можно на рабочем месте как-то совместить? На рабочем месте. А вот после работы можно. Наши девочки сегодня будут ходить по подиуму, они очень волнуются. За кого проживаешь, за кого болеешь? Я буду радоваться за Татьяну. Нет, не за Татьяну. Не буду радоваться. Отличная. Я буду радоваться, наверное, за сегодня. Свободная, расслабленная походка. Ты идешь, ты уверена в себе. Ты уверена в себе. И свободная идешь. За той стоточкой и с глазами перегляешься. Как за. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я когда размеснула... СМЕХ СМЕХ О, спереди я прям. СМЕХ Я не могу без этого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Далее, на реальной кухне. А это что? Так, там у нас тигровая креточка, айсберг салат и фонжути. Это все. Сыр маскарпоне. А это моцарелла. Моцарелла с эллиными томатами и соус песто. Позвольте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как вам Терин с фонгра? Очень вкусно. Радует вкусно. Новенький, если на трех приходит, можно подменить какую-то... Кто это? Никто не заметит тело. Кто это? Красота к вам пришла. Она никогда пришла, кстати. Красота. Не заметила. Кто? Когда она пришла? Олеська в своем. Ну, когда? Ну что, плохие отношения? Нет, нормальные. Хорошие. Такая. Да нет, она такая, вроде бы, такая... Какие-то моменты, такая... Ну, дорогие мои, как она? Ммм, крыска, актриска. Слушай, а в каких журналах ты снималась? В той. Лучше спросить, в каких я не снималась. Такую проще. Журналы с перчиком? Нет. Нет? Ну, из перчика только плейбой. И то, это там такие были уговоры, просьбы. Они говорят, ну ты вообще, говорит, борзая. Нам, говорит, чуть ли не платят за то, чтобы сняли. А мы, говорит, мало того, чтобы тебе денег платим сами, еще, говорит, бегаем с тобой, упрашиваем месяц. А ее на этом голосовании плеть нельзя, наверное. Нет, ты знаешь, что... Нет, нет, нет. Я спросила, что... Выключили все. Но пока есть подозрения у них, которые... Но я их сейчас оглашать не буду. Потом. И в растях усказ. Чего ты? Ничего. Скучная такая. Нет, скучная такая. А вот смотри, стоит на этом столе. Ой, только что притащили. Да. Было разумно ее оставить, потому что лишняя пара рук никогда не помешает. Ну, в принципе, человек послушный. Роман Михайлович, сегодня необычный вечер, насколько я понимаю. Ну, презентация и коллекция одежды, я так понимаю. То есть вы не знали? У ребят был загазчик, да, я не знал, заказал им, и они вот выкручиваются из этой ситуации и накрывают фуршет. Это вполне нормально. Сегодня девочки-участницы, они будут у нас выступать еще в качестве моделей? Да. Пусть выступают. Все хорошо. Я считаю, что в этом нет ничего такого. Ну, если вы способны это сделать, то почему нет? Через несколько минут состоится дефиле, из-за которого было так много споров и сомнений. Последние приготовления, и девушки готовы показать себя с новой стороны. Итак, первая участница нашего показа – очаровательная Евгения. Вы увидите сейчас, какая она красивая и женственная, но мужчины спешу вас разочаровать, и говорят, сердце Евгении занято. Сначала было страшно выходить, что вот так напряженно, чтобы все было смотреть. Ура, ура! Потом ничего, вышло. Прошлась пару раз. Вот, и вернулась обратно. Все, на этом моя слава закончилась модельной. Покажи мне все, детка! Спасибо! Ура! В первой участнице показа – Татьяна. Поприветствуем, это леди совершенства нашего проекта. К ней сочетается талант кулинара руководителя, и говорят, она не лишний человек в модной индустрии. Татьяна вышла у нас со скорбью на лице, с какой-то злостью, потому что она переживает очень, что ее на голосование все-таки уберут. Анна! На реальной кухне Анна – королева десертов. Но, другими словами, просто сладкая женщина. Я вышла, увидела Рана Михайловича сначала, такая растерялась, насмущалась. Я, когда вижу Рана Михайловича, смущалась. АПЛОДИСМЕНТЫ Олеся – это самый острый перчик на нашей реальной кухне. Если вам не хватает острых ощущений в жизни, попробуйте с ней подружиться, если, конечно, получится. Она молодец, выглядела хорошо, распряталась с этой прорывкой. Она девушкой стала. Убрались моменты злые с лица. Ну, где-то в душе что-то она там копит, но мне это вообще без разницы. Рита – самая загадочная, авантюрная участница нашего проекта. Она примкнула к нам совсем недавно, и ей, конечно, очень непросто. Но зато на подиуме она чувствует себя, как рыба в воде. АПЛОДИСМЕНТЫ Модель-то мне делать не надо. Я с четырех лет ей сделана уже была. Ну, это интересный ход был. Показы в ресторанах очень часто практикуются. АПЛОДИСМЕНТЫ О, фак ли, не мешало, помышли, показывал. СМЕХ Ну что, еще раз полюбуемся на девушек. Попросим всех на бис. АПЛОДИСМЕНТЫ Женя, мы с тобой! Девочки не нервничали. Немножко так был мандраж небольшой при выходе. Но потом все открывались, и, в общем-то, было все хорошо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А где АПЛОДИСМЕНТЫ? Олеся, сегодня мы против тебя не будем голосовать. Нет, нет, нет! АПЛОДИСМЕНТЫ Так какие они красивые-то! Нацепили платья какие-то там от моделей. Ну, вышли, ну, неумело прошлись по подиуму. Я как бы хлопал просто в какую-то поддержку, но здравым смыслом я понимаю, что это мои прямые конкуренты, поэтому каждого из них я расцениваю как диверсанта. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 У-ху-ху! Браво, 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 браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Ребята, хочу подытожить. На самом деле было очень приятно, что девочки, они предстали перед нами вот в таком прекрасном виде. И я хочу сказать спасибо модельерам, которые сделали нашу реальную жизнь на этой реальной кухне гораздо веселее. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вы сколько у вас будете драконить вот этими женщинами? Я понимаю, кому-то они не нужны, но я хочу. Так бери, что ты хочешь? Не надо ждать милости! Так нельзя! Я предлагаю сегодня лучше и худше не убирать на такой вечер. Макс! А тебе-то как вообще? Мне понравилось все. А жена что скажет? Не приревнует тебя, нет? Безусловно, что волноваться не о чем. Не о чем. Спишем все на Кирилла или на Сашу. Я хочу вас поздравить, потому что был очень хороший вечер. Потому что фуршет получился. Самое главное, он получился потому, что вы делали прекрасную еду. Заказчицы, я так понимаю, модельеры предложили вам участвовать в роли модели. И это было прекрасно. Я от души вам аплодирую за то, что вы такие красотки. У меня не могу сказать. АПЛОДИСМЕНТЫ Я не заметил сегодня никаких каких-то вещей, которые бы я сказал, вот какой-то нехороший человек, редиско, давайте. Давайте, я думаю, что сегодня не будем выбирать ни лучшего, ни худшего. Давайте. На такой день приятный. И давайте его хорошо закончим. У меня впечатления Роми Михайловича вечера очень позитивные. Все старались. И даже Рита. Рита, со своей стороны, пыталась проявлять инициативу. Даже ей была поручена ответственная миссия скручивания каких-то канапе. Вот с этим палец не работает. Да, но человек показал себя сегодня адекватно. А вот эти ножки? Ножки, ножки, да. Оставляешь? Отрываешь? Ножки. Отрываешь. И Максим в роли главного справился со всеми процессами, происходящими на кухне. Все-таки не надо завтра Максима. Видишь? Все-таки Максим, да? Все-таки вот завтра. Я не хочу конкретизировать сейчас. Я тут не хотел бы вас видеть. Я разделить не хотел бы. Мне вообще вы все нравитесь. А больше всех мне нравится Аня. Я ни от кого это не скрываю. Говорю честно. Аня засмущалась. Далее. На реальной кухне. Ты можешь какую-нибудь вкуснятину вообще сделать, чтобы я приехал сюда и пообедал отдельно от всех? Завтра? Завтра, да, завтра. Хорошо. Я приеду и пообедаю. Жесть. Не знаю, что я буду готовить. Удивлять я его не собираюсь, потому что его уже ничем не удивишь. Я ему домашнее бедное готовлю. Ну, а Денис, он борщ мне на голову. Ну, ладно. Олеся, а после Ани я люблю тебя. Хорошо, спасибо. Вот так вот. Я вас тоже люблю, Рома Михайловича. Ну, Пандро, это не обсуждается. Его любит моя мама. Ты понимаешь, что это не... Ну, да, вы бы ему ножки в голову на голову. О, понятно. Почему это такое боязнь? Я вот не боюсь с тобой дойти до конца. А вот ты что-то как-то... Ставлю успокоиться. Тебя бояться? Я не знаю, это позорище вообще вполне. Ну, пусть будет так. Так, мы сейчас будем пререкаться, я не понимаю. Портить мне праздник? А уже завтра... Да, уже завтра, конечно, вы уже, я так понимаю, у вас... Ага, в саду? Лагеря, все друг в друге, значит, объединились на вас туда что-то. Да, живем бы голосование, увидим, как все дальше дело пойдет. Потому что, если говорить о профессиональных качествах, вот я сегодня показал класс, я не боюсь никого здесь. И посмотрим, как дальше все это сложится, ребята. Да, не знаю, кто соберет чемодан, завтра решает все управляющий. Я думаю, что завтра Таня назовет меня, я думаю, она назовет Сандро, потому что вот, ну, лично мы вдвоем стоим этой компашки, как кость в горле. Ну, то есть не будет такого, что Обама, и все, опять перевернется не так, как мы хотели бы. Мы это кто сейчас? Ну, мы коллектив. Коллектив это кто? Вот давайте мне поднимите, кто входит в коллектив. Я не заметил, что вы все входите в коллектив. У вас два коллектива. Нет, у нас нет двух коллективов. У нас есть два кандидата на вылет. Я бы хотела видеть Сандро и Макса, уходящего завтра домой. Олеся, я не понял. Ты что, не поняла меня? Я в прошлый раз сказал, что мне управляющий даст кандидатов. Я из них выберу. А из двух кандидатов и лист? Да хоть из десяти кандидатов. Я выберу. Хорошо. Ну что ж, друзья мои, я уезжаю с мыслью об обеде, который Аня завтра мне сделает. Поэтому до завтра. Спасибо. Пойдемте помогать. На самом городе собирайте вещи. Олег, что он успокоит? Да ты кто-то погодит? Чего ты нервничаешь? Я не нервничаю. Пора домой. Сочи ждет. Погода наладится. Все, все. Твои вот эти условия. Давай, давай. Есть какие-то мысли по кандидатам на вылет. У меня их несколько кандидатов, но про них я не буду говорить. Ну, потому что у меня, может быть, поменяться решение завтра уже по ходу дня. Нам нужно разлучить Гуся и Гагару. Такому ты? Вот такому человеку я воткнул спину. Я вчера сам ему два раза хотел. Ты слушаешь только себя. Значит, то, что она меня пи***ром называет, это нормально при всех? Он умер для меня, этот человек. Мне х dressю мистер. Х越 거zo мистер. Сп Tranquist. Я все.